Добрый вечер, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу новости в студии. С вами Гулина Гельмолина. Сегодня в программе. В этом месяце свой полувековой юбилей отмечает филиал ООО «Азбука сыра» «Мамадырский завод». 50 лет предприятие производит молоченную продукцию. 8 июня свой профессиональный праздник отмечают работники сферы социальной защиты населения. У каждого своя зона ответственности, свои обязанности и свои подопечные. Средний Гельменская школа Мамадырского района теперь будет носить имя поэты и прозаика Шигенура Мустафина. Входят в первую десятку крупнейших предприятий России. По производству сыра держат марку высокого качества. Продукция полностью закрывает потребность татарстанского рынка. В этом месяце свой полувековой юбилей отмечают филиал ООО «Азбука сыра» «Мамадырский завод». В 50 лет предприятие производит молочную продукцию. За эти годы оттачивались технологии производства, росло мастерство сыроделов, сложилось сотрудничество с лучшими поставщиками молока и заквасок. Обработка сырного зерна, формирование и прессование. Вот начальные этапы технологии производства сыра. Здесь используют только современные технологии, которые применяются на европейских сыродельных заводах. Производство осуществляется на автоматизированных линиях с минимальным использованием ручного труда. Все операции и процессы выполняются строго по циклам. Моя работа заключается в приемке, обработке молока и дальнейшей его, скажем так, переработке, направлении на переработку. То есть составлении смесей. Смесь составляется на каждый вид сыра отдельно. А это цех посолки. Процесс осуществляется путем выдерживания головок сыра в растворе поваренной соли. Здесь изготавливают продукцию массой 15 килограммов в формате евробруса. Далее происходит конечная стадия. Расфасовка и отправка в торговые сети. В каждом цехе идеальный порядок и дисциплина. Чтобы продукция азбуки сыра попала к вам на стол, она должна пройти несколько этапов. Например, некоторые сыры созревают всего лишь месяц, а некоторые нужно ждать даже по полгода. В данном моменте мы находимся на складе. Сейчас у нас происходит процесс созревания. В зависимости от сыра, например, российская группа созревает 2 месяца. Голландская группа 45 дней, 30 дней. Есть также у нас здесь пармезан, который созревает более 6 месяцев. Сегодня ежедневно в азбуке сыра перерабатывается 470-500 тонн сырья. По итогам прошлого года завод переработал 129 тысяч тонн молока. Здесь трудится 343 сотрудника, которые ежедневно производят до 70 тонн продукции, в числе которой порядка 45 тонн сыра. Филиал работает безостановочно круглый год. В данный момент мы сейчас в день перерабатываем 450-470 тонн молока. То есть это еще не предел. 97% выпускаемой продукции реализуется через крупные торговые сети. Филиал производит его более 20 видов. Российский, голландский, Гауде, Эдам, Тильзитер и другие. К слову, 9 лет назад на международной выставке Экспо-2015 в итальянском городе Милан Мамадыжскую продукцию высоко оценили даже президент Владимир Путин и премьер-министр Италии того времени Маттео Ренци. Гулина Гельмолина, Алмаз Камалеев, Лизан Нургалиева. Новости Татарстана. В Мамадыжском районе прошел день фермы. Это новое имя выставочной индустрии всероссийского масштаба. Оно прошло на базе РМАГРО, одном из ведущих агропромышленных объединений России с замкнутым циклом от поля до прилавка, включающим комплекс предприятий по выращиванию кормов, животноводству и сбыту молочной и мясной продукции. Мы за честное молоко! Ура! Деловая программа Дня фермы охватила все аспекты работы современных ферм, от проектирования до комфорта коров. Участники Дня фермы смогли ознакомиться с процессом работы кормовых центров на всех этапах, от проекта до запуска в работу, а также изучить особенности современного доильного оборудования и ветеринарного обеспечения. Попытка найти что-то общее, что вас интересовало, быть полезным, когда вы найдете 14 лет. День фермы посвящен всем аспектам функционирования современной фермы, применению передовых технологий и инновационных методов, знакомству с работой кормовых центров, проектированию строительству, комфорту коров, приготовлению кормов, рациону кормления, современному доильному оборудованию, ветеринарному обеспечению и контролингу кормового стола. Многое из перечисленного можно наблюдать в группе компании «РМ Агро». В данном районе работает успешное современное хозяйство «РМ Агро», где внедрены самые современные технологии по кормлению, по воспроизводству, по ветеринарии. В данном холдинге производится ежесуточно 250 тонн молока. Это результат колоссальный, и они не останавливаются на этом, они все идут вперед, развивают технологии. Даже вот сейчас собственное производство технологии проработаны. Это и кормоцентр собственного производства, это и технологии измельчения сена и сенажа соломой. То есть вот это хозяйство, оно идет вперед. И это хозяйство является примером для всех, для многих хозяйств Республики Татарстан, я думаю, и России тоже. В мероприятии принимали участие руководители и специалисты хозяйств, а также более 600 аграриев со всей страны. Каждый старался для себя узнать тенденции и секреты успеха. Сегодня мы надоеваем 267 тонн, но пока идем вверх, пока по Республике на втором месте, на одну корову 32,2 килограмма. Думаю, да, 1 июля, где-то 270 тонн у нас молока будет. И идем кверху уже. Пока слушаем, увеличение по голове коров у нас очень большое. Цель проведения дня фермы заключается в обмене опытом и знаниями, установлении долгосрочных и взаимовыгодных отношений между участниками рынка с целью выработки совместных решений и демонстрации лучших достижений. Ланж Бабаньян, Звугольна Гельмулина, Алмаз Камалев Юзанургалеева. Новости Татарстана. 8 июня свой профессиональный праздник отмечают работники сферы социальной защиты населения. У каждого своя зона ответственности, свои обязанности и свои подопечные. Мы расскажем о Раисе Шейхуддиновой. Она помогает 11 пенсионерам и инвалидам в городе. Этому делу она посвятила более 20 лет своей жизни. Но несмотря на все сложности профессии, женщина получает только положительные эмоции от своей работы. Раису Шейхуддинову подопеченно называют родной душой. Этот социальный работник всегда с улыбкой на лице никогда не скажет плохого слова. Вот и сегодня она в свой праздничный день поспешила навесить своих любимых бабушек. Задач по уходу за престарелыми с каждым разом становится все больше. Выполнять их, по словам специалиста, совсем несложно. Рабочий график социального работника расписан по минутам. Десять человек обслуживаю, которые сами ходят есть. И у меня есть тяжело больной на поселке живет. К нему каждый день хожу. Кормить, памперс поменять, сварить у инвалида. Он вообще инвалид детства у меня. 51 год ему. У него все под себя. Я вот за ним ухаживаю. Каждый день хожу к ним. Марзия Гарипова с 94 года. Уже много лет живет одна в частном доме. Социальный работник ей необходим. Я Раизу всегда жду с нетерпением. Она мне до прихода звонит, спрашивает, что мне нужно принести. Я весь список оглашаю, говорю, покупаю в этом или в том магазине. С ней мне очень комфортно. Когда уже все сделаю, Марзия по все, она говорит все. Потом я только ухожу. Очень добрая. Она мне очень нравится. Бежливая она. Два года я с ней работаю. Своей профессией Раиса Шейхудинова 21 год. Пришла в нее не по принуждению, а по собственному желанию. После декрета, после дочери, соседка меня позвала. Не пойдешь ли к нам на работу, сказала. Я согласилась. Где-то надо все равно работать. Сказала, да, и пришла вот в эту сферу. Мне очень нравится. Я никогда не грублю им. Всегда стараюсь их успокоить. Для своих подопечных социальный работник связующая нить с внешним миром. Человек, который с тобой и в празднике, и в горести действительности становится семьей. К примеру, как это сложилось у Раисы Шейхудиновой и Марзии Гариповой. Друг без друга, как говорят сами герои сюжета, ими дня не прожить. Глина Гельмолинов, Эль Шейхудинов и Лиза Нургалиева. Новости Татарстана. Среднекерменская школа Мамадырского района теперь будет носить имя поэта и прозаика Шегенура Мустафина. Им написаны сотни очерков, зарисовок и материалов об участниках войны. Возвращены имена неизвестных героев. Инициативу школы поддержали и насельчане, и районное руководство. Имя Шегенура Мустафина неразрывно связано с этой школой. Именно здесь он учился несколько лет. Писатель с творческим псевдонимом Шахенур Ахмед Сафа исследовал подвиги неизвестных героев Великой Отечественной войны. В течение 40 лет он систематически работал в Государственном архиве, в том числе в Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации в городе Подольске Московской области. Выезжая по местам сражений минувшей войны, являясь руководителем поисковой экспедиции Хаттерьоктеса. Теперь имя поэта и прозаика гордо носит эта школа. Шахенур Мустафин для нас человек гениальный, родившийся в наших краях. И, как скажем, его уже нету в среде наши три года. Мы, конечно, очень скучаем. И вот общественно решили увековесить его имя, назвав нашу школу в честь Шахенура Мустафина. Сам по себе Шахенур Мустафин, как у нас, как говорится, в наших сердцах остается человеком добродушным, простым. В то же время он никогда не выделялся среди толпы и к этому не стремился. Он просто упорно, целенаправленно занимался своим делом. Он всегда был желанным гостем в родной школе. При жизни старался участвовать в мероприятиях, посвященных его творчеству. А сегодня исследовательские работы Шахенура Мустафина как никогда актуальны. И каждый раз он таскал с собой огромную сумку тяжелую. Там были всякие книги, журналы, сказания свежие. И по улице идем, всем подряд раздает, там подпишет, там пожелания пишет молодым детям и взрослым тоже. Ему безразлично, кто там, ребенок или подросток, или парень, девушка, бабушка, дедушка, всем подряд. Вот таким он запоминается. Шахенур Мустафин, мой земляк, мы с ним окончили Тереккерменскую среднюю школу. Я очень рад, что такой человек, мой земляк, относительно, можно сказать, является известным в Республике человеком. Именно я его представляю, знаете, с одной стороны, его личность, он является примером для нас, для молодого поколения, уже для среднего поколения. Его деяние, его, что он оставил, это является примером для нас. По инициативе Шахенуру Мустафину установлено 28 юстов памятников в Республике Татарстан и за ее пределами. Также он был главным инициатором создания и новой книги героев энциклопедического характера на двух государственных языках Республики. Папа всю жизнь занимался тем, что разыскивал участников войны, героев, открывал в таких школах доски памяти, бюсты погибшим воинам. И сегодня он удостоился такой же награды. То есть это вернулось к нему за весь его труд. Я очень воодушевлен и очень благодарен. Четыре года тому назад, после тяжелой и продолжительной болезни, Шагенуру Мустафина не стало. В родной деревне и в школе, где он учился, его будут помнить всегда. Ланж Бабаньянзба, Фальшехудина Телезанна Ругалеева. Новости Татарстана. Об этом и о многом другом вы сможете узнать в наших социальных сетях. Их адреса вы видите на экранах. В студии с вами была Гулина Гельмулин. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин